Книга «Открытым оком» 6 том. Тема Лапкин книги. Вопрос 1598. Отвечает Игнатий Тихонш-Кларкен. В одном человеке, каким бы он умным ни был, всего быть не может. Тем более при нашей худости и худородности. Осмыслить вперед все, что за каждым из этих предприятий откроется, вовсе не дано. Притча 15-22. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. «Найти умных советников очень непросто. Об этом надо молиться и точно знать, чего ты сам желаешь». Сирахов 38-7. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует свою пользу. От советника охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно. Ибо, может быть, он будет советовать для самого себя. Может быть, он бросит на тебя жребий и скажет тебе, купить твой путь твой хорош. А сам станет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Не советуйся с недоброжелателем твоим и от завистников твоих скрывай намерение. Не советуйся с женою о сопернице ее и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности, с немилосердным о благотворительности. С ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. Не полагайся на таких ни при каком совещании, но обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своей душою по душе тебе и в случае падения твоего оскорбит вместе с тобою. Держишь совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя, вернее его. Душа человека иногда более скажет, нежели всем наблюдателям, сидящим на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевывущему, чтобы он управил путь твой в истине, начало всякого дела размышления, а прежде всякого действия, совет. Иова 21.16 Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня. Сирахов 7.6 Живущих с тобою в мире да будет много, а советникам твоим один из тысячи. Третий царств 12.13-16 стихи И отвечал царь народу сурово, и пренебрег советам совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его. Только Бог знает наше будущее. И стоит ли нам начинать дело? Ничего из всего вышеперечисленного я досконально не обдумывал, не считая порядка, какой должен быть в церковной общине. Что-то потом будет не так, как виделось, и тут тоже будет ко благу, если научишься не роптать, а будешь всегда и искренне благодарить Бога. Сначала просто отдыхали в палатках, а потом уже построили кельи, подвели электричество, появились стиральные машинки, холодильники и прочее облегчение православным. Относительно лагеря одно с первого дня твердо держу, чтобы хотя бы грозили за это уже не раз, возбуждаемым уголовным делом должно быть обязательно физическое наказание детей. Без этого будет шалман, а не православная школа. Суть наказания не есть избиение или увечья, или систематическое и прочее, что в статье крутится. Наказывать, лишить обеда, бежать, стоять на часах или крапивой матершиннику по губам, но обязательно тайна, серьезность, молитва и с полным объяснением вины. И чаще это делать условно, просто создать по голенищу себе хлопок, но чтобы другие боялись, думая, что этого наказали. Дисциплина должна быть строгая, и все с любовью, легко и радостно, иначе лагерь должен быть закрыт. Вот это держал всегда. А остальные правила потом вызревались годами. Премудрость Соломона 9.13. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий, или кто может уразуметь что угодно Господу? Проходит день, год, и вдруг выявляется, что мы что-то упустили в уставе, и точно так же делается это легко исправить, дается это легко исправить. Нужные люди оказываются в помощь тебе. Мы хотели и молились, хотели и делали, хотели и старались, а как уж получилось, это другим судить или деть, тем, кто не желает, не хочет и ничего не умеет. Ефесянам 8.12. Представляющиеся дела, обсуждая с надлежащей предусмотрительностью. Продолжение следует...